Должен вам доложить, коллеги, что у нас сегодня такая необычная секция для секра. Все-таки все остальные секции касаются очень правильных, конкретных вещей, связанных с разработкой, с разработкой инжинирингом. А наша секция связана с стратегическим видением, а куда же вся эта индустрия в мире движется, зачем она нужна, какие сферы применения в будущем. И вот сегодня мы проводим секцию вдвоем. Евгений Кузнецов, РВК. Собственно, Евгений был инициатором обсуждения глобальных трендов в индустрии разработки соста, которые следуют за мировыми трендами потребностей в этой индустрии. Что это? Биология, генетика, транспорт, промышленное производство. Куда мы, за кем будем идти, кому будет помогать развиваться в дальнейшем. Итак, у нас сегодня какие-то блоки выступающие, я бы сказал. Первый блок – аналитики. Большое спасибо коллегам Роберту Форешу, у нас старый друг компании IDC. Да, Роберт. Сергей Македонский. Сергей, наверное, все вы знаете, Сергей делал самый первый отчет, который анализировал состояние экспортной индустрии разработки софта в России в 2001, по-моему. Первый год. Первый год, да-да-да. Вот, базируясь на этом фундаменте, мы в дальнейшем, как Руссот, делали свои исследования ежегодные. И сделал презентацию на Гартнеровском экспо в ноябре. Да, молодец, молодец. Поэтому приглашен сюда как почетный гость. Второй блок – это государство, я бы сказал. Евгений представитель РВК. Ну и РВК, я бы так нескромно расскажу, но представляет такое идеологическое крыло, которое вырабатывает политику РВК. Так, Николай Кутеев, Российское технологическое агентство. Казалось бы, почему здесь присутствует представитель агентства, которое применим промоторги? Мир промоторг не связан никак с автоном. Здесь специально. Ну да, во-первых, два тут фактора. Первый фактор – это потребитель наш, промышленность. Один из потребителей перспективных, и, может быть, один из самых перспективных в будущем. Во-вторых, все-таки министерство все больше и больше склоняется тому, чтобы работать с IT. В частности, при министерстве создано такое сообщество, союз ассоциаций, IT-ассоциаций применим промоторги. Это сближение очевидно совершенно. И третий блок – это те люди, которые, ну если не сами пишут софт, но руководят компаниями, которые этим занимаются. Ближе, ближе, да-да-да. Ну, Александр Егоров, Николай Пунтиков – наши звезды, члены почетного рейтинга 100 ведущих северных компаний мира. Правильно? Так, начинаем все-таки, я бы сказал, Евгений, вот с вас. Потому что все-таки вы подали вот этот вектор будущей стратегии развития IT. Спасибо большое. Но я, наверное, действительно начну, чтобы потом коллеги, кто погружен в это значительно глубже, смогли уже рассказать свою точку зрения. И начну следующим образом. Есть разные инструменты, при помощи которых инвесторы и стратегия крупных компаний, я имею в виду всех отраслей, смотрят на некие приоритетные направления и пытаются как-то сформулировать те ставки, которые они хотят сделать или сделают в ближайшее время ресурсами своих компаний или тех денег, которые им дали в управлении. И какое-то время назад, это было не вчера, но это было и не 10 лет назад, это где-то произошло года 3, наверное, 4 назад, когда абсолютно на всех радарах появился такой абсолютный мейнстрим. Это, условно говоря, диджитализация практически всех технологий. На самом деле это может показаться странно, может быть, кто-то считает, что это началось сильно раньше, но раньше это начиналось скорее в каких-то конкретных аппликациях, приложениях, каких-то конкретных задачах, которые решались практически. То есть надо сделать цифровую систему для проектирования, она заказывалась и делалась. А сейчас возникает значительно более глубокая история, когда выясняется, что самовозможность оцифровать какой-то привычный традиционный процесс, она меняет существенное его качество. Мне ближе индустрия живых систем и фарма, и все, что связанное с биотехнологиями, там вот эта революция развивается достаточно быстро. Революция конкретная. То есть еще 3 года назад в Бигфарме не было вице-президентов по Digital Health. Сейчас практически во всей Бигфарме есть вице-президент по Digital Health или какое-то другое подразделение, которое этим занимается. Вот это произошло совсем недавно. И, соответственно, вот эти задачи на цифровизацию здравоохранения, цифровизацию, в принципе, человека и его поведение, его анализа, что с ним происходит, стало реально мега направлением. Вы наверняка знаете, что уже появилось достаточно много разного рода девайсов, и даже в новые айфоны вшили специальный аппликейшн, который интегрирует массовые общедоступные девайсы по фитнесу и всего прочего. Но здесь революция двигается достаточно бурно. Потому что сейчас одно из таких мейнстримов в лайф-сайенсе, это даже два таких наиболее прорывных направления. Один — это, в принципе, считывание информации человеческого тела в самом широкой сфере через разного рода устраиваемые датчики. То есть то, что вот это embedded system в отношении твердых всяких механических историй давно известно, а вот embedded system в человеке, это вот сейчас очень бурно развивается. Встраиваемые датчики, системы диагностики, вшиваемые импланты и так далее. Здесь чрезвычайно бурно развивается наука, но она пока развивается большей частью в вопросах биосовместимости, понимания, какие процессы считывать, какие инструменты, что, собственно, изучать. Но уже встает вопрос, грубо говоря, и какой-то обратной связи. То есть уже возникает вопрос, а как можно, например, программировать системы, которые, не знаю, водители ритма всякие или какие-то системы, которые считывают мышечную активность, системы, которые считывают мозговую активность и так далее. И вторая история, конечно, совершенно еще более глубокая, это то, что связано с нейронауками, потому что идет колоссальный прорыв буквально на наших глазах. Два мегапроекта, там Blue Brain и, запамятовал второй, американский, европейский, по масштабам, сравнимые с геномом человека, готовят буквально революцию в области того, как вообще происходит, как работает человеческий мозг, как можно считывать с него показатели, показания, но и вообще считывать с него информацию и так далее. То есть история, когда там с мозга обезьяны управляется робот и так далее, тоже в лабораториях это уже работает, система передачи примитивных навыков с животного на животное уже работает, на человеке уже пробуют и так далее. И тут это пока, еще раз повторяю, решается, как скорее задача, связанная именно с спецификой нейронаук и всего прочего, но история про то, что здесь очень быстро возникают инженерные задачи, в том числе связанные с программированием, с софтом, это уже возникает. Ну и, кстати, третья тема, это все более глубокое сближение лингвистики и психологии с софтом, во многом то, что Эбби делает и другие. То есть вообще выход там на универсальный язык и так далее. То есть, грубо говоря, несколько сразу очень мощных, чрезвычайно насыщенных инвесторами, интересами и деньгами сфер начинают ставить задачи. Эти задачи идут совершенно из новых областей. Мне кажется, это очень интересный вызов, и за ним надо бы, наверное, всем следить, потому что это уже вытекает не из внутренней логики развития софта, который вам может быть привычен, а из задач, которые диктует медицина или другие сферы. Ну и такое короткое введение, на чем передаю микрофон дальше. Спасибо. Спасибо, Евгений. Ну вот поставлена тема. Теперь просьба анализиков как-то посмотреть, как в мире эти тенденции реализуются в движениях капитала в режиме бизнеса. И еще с Робертом у нас была такая договоренность, он сам пообещал мне, по честным словам, что он подумает, как бы взять информацию о том, как изменилось отношение к России со всеми событиями, и где наша роль в российской индустрии во всех глобальных процессах создания новых технологий и новых решений. Пожалуйста. Ну, наверное, я буду сидеть. Будет так удобно. Так, у всех хорошее настроение? Отлично. Тогда надо сохранить это хорошее настроение. Неспосредственно, что же я буду показывать. Так, для тех, кто получает свою заплату в рублах, тенденции в рублах с начала этого года уже, наверное, очевидны. То, что у государства в этом году и в следующем году будет меньше денег на инвестиции насчет падения цены на нефть, тоже, наверное, все известно. Может быть, неизвестно, но сейчас я буду делиться с вами. Наша оценка по поводу затрат на IT, продукты и услуги в этом году – это минус 13% в долларах, и тенденции в рублах примерно 0%. Без роста, но без падения. Может быть, мы будем это пересмотреть. Что касается контекста в мировой, ну, экономика сейчас в достаточно хорошее состояние, растет. Вот, экономика в Европе почти не растет, и в Азии там растет, но не так быстро, как все надеялись. И о последних цифрах в этой слайде я смотрю на исследование IDC по поводу рынка, разработка софт. В мире наши цифры касаются того, что делается для внутренних рынок, не для экспорта, а для внутренних рынок. В прошлом году рост мировой рынок для разработки софт был 3,7%. Из этой составляющей самый быстрый рост был в США – 6%. И в Европе, и в Азии чуть меньше 2%. Я пытался делать некоторые выводы из этого. В красном – это тот фактор, который влияет на местные покупатели, местные клиенты, и сильно то, что влияет на иностранные покупатели. Я не буду это все прочитать, вы можете это делать сами. Но то, что я написал, может быть, это тема для дальнейшего обсуждения. Но эти факторы, которые негативно влияют на иностранные покупатели, тоже могут влиять на конкурентов. Может быть, даже наши соперники в мире будут менее интересны на русском рынке после того, что произошло в этом году. Ну, кто я? Как я могу приказывать, что здесь происходит в России? У меня есть чистые, сердечные признания, что я БВ-канал не смотрю. Может быть, у меня разум повредил BBC. Действительно, бывает. Поэтому я решил попросить коллеги, которые работают в IDC, в разные точки в мире. Они толковые ребята, они, в принципе, отвечают за точность их измерения и прогнозы в разные области войти. Поэтому они не должны быть сильно привязаны к каким-то политическим складам. И я попросил три вопроса. Один, который был просто открытый. Просто как они думают, что они считают. Вот и теперь ответы. А, еще один момент. Я сознательно не включил в результаты то, что писали наши ребята здесь в России и в СНГ. Они исключили этот вопрос. И в том качестве ответа, который я буду показывать, это просто я хотел показывать разные точки зрения из разных регионов. Количество участников проекта было примерно 30 человек. Первый. Это как они считают влияние событий в этом году на желание поставщиков разных инвестировать в Россию или сократить текущий уровень инвестиций. По мой взгляд, если 40% скажут, что по их ощущениям уровень инвестиций сократится, тогда это для меня скажет, что они имеют достаточно хорошее понятие, насколько важен и сколько большой рынок в России есть. Поэтому, в принципе, это в этой точке зрения более-менее позитивный. Но второй вопрос, это, наверное, близко к нашей области, это ответ на этот вопрос. И почти все, что слышно в том, что в 2014 году Россия станет менее привлекательной для инвесторов. И в связи с этим, наверное, Россия, если можно считать Россию как страна в этом рынке, будет потерять доли на мировой рынок обработки ПУ. Теперь отвес от некоторых ребят, я буду цитировать то, что они писали. Что касается США, по-моему, понятно, Россия не занимает большой долей этот рынок, поэтому тенденция в США, наверное, не будет сильно влиять на доли России, как сказать, на общий экспорт России. Так, аналитики из Западной Европы. Тогда они понимают, что по-прежнему рынок в России большой, но они сами считают, что клиенты будут иметь больше осторожности, чем раньше. Но тоже интересно, один из аналитиков тоже ссылался на тот глобальный тренд, который мы заметили не только в этом году, это то, что глобальное влияние США постепенно уменьшается со временем на общий мировой рынок. И, может быть, то, что произошло в этом году, будет в некотором смысле ускорить эту переберансировку мировой IT-рынок. Центральная Европа. Но теперь опять есть понятие, насколько важным, насколько большой наш рынок является, хотя бы, ну, уровень риска. Ближний Восток. Ну, ответил мужчина, но я не нашел подходящий картинок. Ну, Россия более пугающей страны для тех, кто не очень хорошо знает наши страны. Но опять они сами считают, что, может быть, здесь есть возможности для местных поставщиков. И, в конце, Дальний Восток, Латинская Америка. Можно здесь суммировать, что чем дальше вы находите от России, чем сложнее понять, что здесь происходит, и чем более непредсказуемой Россия считается для иностранцев. Поэтому, как в качестве вывода, можно сказать, что в топ-менеджере во всем мире будет менее, вероятно, выбирает российский, если так позиционирует, российский поставщик. Можно сказать, что, наверное, покупатели более специализированы, которые не являются топ-менеджерами, и поэтому не так чувствуют политические, и географические факторы будут, наверное, больше, скажем, на работу с российскими поставщиками. Я помню, когда мы для Русофт были исследованы, это уже было несколько, наверное, лет пять назад, основной вывод, что большинство поставщиков не смотрят особенно на местнохождение их субпотребщиков, и поэтому этот географический фактор тогда был не так важен. И третий пункт для меня интересный, это насколько Россия, наши отрасли, может использовать девальювацию рубля, чтобы станет более конкурентоспособной. Девять минут, пятьдесят пять секунд. Спасибо. Спасибо, Роберт. Ну что ж, теперь, Сергей, может быть, немножко более академическое мнение о том, что в мире творится, да? Спасибо, спасибо. Да, ну вот, видишь, Валентин, ты дал такую интересную задачу Роберту, он такую красивую презентацию сделал по текущей ситуации. Я, к сожалению, более такие скучные какие-то вещи схожу, но я думаю, что, может быть, тоже будет интересно. А, запустить надо, да? Ну я идею уловил, я могу тоже, в принципе, аналитиков Форестера в разных странах поспрашивать, а потом можно будет сравнить, насколько оптимистичны или пессимистичны аналитики АДС или Форестер. Да, да, ну, заказывайте. Но надо заказать это исследование лучше. Итак, значит, ну, я хотел коснуться нескольких вещей. Все-таки немножко я бы хотел сказать вот про наше видение такой очень сильно изменившейся ситуации, ну, в мире, в экономиках, ну, в России в том числе. Потом, ну, поговорить больше уже по теме нашего сегодняшнего заседания, да, про программное обеспечение, про те сектора, сегменты, где мы видим наибольшие точки роста в ближайшей перспективе. В программе конференции там как-то очень, мне показалось, жестко сформулировано там задачи развития ПО, но задача это ближе, так сказать, к Валентину тогда, а я просто расскажу о неких вот наших видениях тренда, да. А задача, если кто-то сумеет поставить для индустрии, то пусть ставит, кто хочет, пусть исполняет. Значит, ну, что видно, да, что видно, это то, что время идет, ожидания клиентов, пользователей, ваших клиентов, ваших клиентов, так сказать, ваших сотрудников очень сильно растут. Несмотря на то, что мы в России последние 25 лет все-таки имеем возможность выезжать, смотреть, как там, возвращаться и выставлять требования. Ну, многие банковские, финансовые, страховые, розничные компании, ну, часто удивляются там, а с чего вдруг, вы же из России, почему такие требования. Но, тем не менее, требования растут, хотим, чтобы банк нас узнавал, не переспрашивал сто раз, там, по разным каналам, интернет, телефон, офис, чтобы, так сказать, там, СРМ нормально работало, часы обслуживания круглосуточно, да, вот вся эта история есть, реально требования растут во всем мире, и в России в том числе, как бы это ни казалось странным. Объем информации тоже там грандиозный, вот здесь, ну, там, ребята посчитали, каждые там 60 секунд, ну, вот, если интересно будет, там, тысячи блогов, там, тысячи видео закачиваются туда-сюда, так сказать, да. Соответственно, значит, вот эта повышенная потребность, значит, вот в услугах, требовательность качества услуг и вот эта огромная обилие информации, значит, приводит к тому, что реально, ну, уже, наверное, сформировалась совершенно новая сложная цифровая экосистема, вот, где самые разные вопросы, там, финансовые, платежные, торговые, по здоровью, вот коллега первый выступал, да, там, электронная, там, карта, там, электронная, так сказать, диагностика, там, все, что угодно, как бы это есть. Но в центре всего, в любом случае, очевидно, смартфон или мобильный телефон, ну, или планшет или любой другой гаджет, это тоже очевидно, да. Значит, что из этого, значит, следует? Из этого следует, по нашему мнению, что на сегодняшний день, как бы, наступил такой период, что, ну, наши, ваши клиенты, клиенты ваших клиентов, да, приобретают фантастическую власть над бизнесом, да, ну, потому что вот мобильный телефон может заплатить, может не заплатить, неудобно заплатить другому, поискать, найти, нашел, у вас не нашел, нашел у другого, да, все достаточно быстро, да, то есть, если бизнес не успевает отвечать вот этим возросшим требованиям, ну, в общем, все, клиент ушел мгновенно просто, да, с одной стороны. С другой стороны, клиент, ну, я в расширенном смысле, там, ваши сотрудники, ну, фактически тоже так или иначе клиенты, да, особенно на крупных предприятиях, да, они используют технологии для повышения эффективности бизнеса, и вот эта тема, там, bring your own device, да, тоже фантастически усиливает, ну, власть сотрудников над компанией, влияние, значит, сотрудников с использованием этой технологии на компанию. То есть, компании приходят через ИТ-отдел или еще как-то идти навстречу, почта на телефон, данные на телефон, даже BI на телефон, да, там, мобильный или через клауд или так далее, да, то есть, это вот, то есть, клиенты очень сильные, сотрудники очень сильные, да, и компаниям как-то приходится, значит, выкручиваться. И поэтому, вот, ну, Форестер говорит, что примерно, ну, по-разному можно, там, 3-7, 5-7, ну, вот, там, сказали, что 4, да, эра производства была до 60-го года, дистрибуции, да, до 90-го, потом эра информации до 10-го, и вот примерно 10-11 примерно год, ну, вот, Форестеры сказали, что, ну, года, там, 3 назад, да, что вот наступил вот этот век потребителя, да, когда ожидания фантастически выросли, технологии стали утилитарными у каждого в кармане, планшет, там, телефон и так далее, да, значит, и, соответственно, приобрели сотрудники и клиенты огромную власть над бизнесом, вот, эра производства. Что из этого следует? Значит, из этого следует, значит, вот, мы, как бы, делаем для себя такой вывод, раз, вот, экономики вступили вот в эту такую вот эпоху необычную, да, значит, Форестер выделяет 4 элемента, которые, ну, или 4 императива, да, ну, почти как по канту, да, там, значит, рыночные императивы. Значит, первое, значит, при всех инициативах технологических, софтверных, там, корпоративных систем, там, все, что угодно, обязательно обращать внимание на 4 элемента. Значит, Customer Experience, удобство, легкость, счастье клиента, вашего сотрудника, потому что, если тот же IT-отдел не дал сотруднику удобное, так сказать, значит, на мобильный телефон приложение, много раз там кликать, пароли и так далее, ну, сотрудники сейчас могут без IT-отдела чудесно эти линейные департаменты, там, Salesforce взять, там, Dropbox и так далее, это без проблем, IT-отдел обходится, значит, в 3 секунды. Значит, Customer Experience, важнейший элемент. Значит, ну, вот это Mobile Mindshift, это, ну, как понятно, мобильное вот это сумасшествие, да, то есть, сейчас статистику точно приводить не буду, но, значит, во всем мире, везде, значит, уже минимум 3 устройства, там, у кого-то, может быть, 4, десктоп, лэптоп, планшет, смартфон, у них немножко разный функционал, он не пересекается, реально, так сказать, это есть, да, это надо учитывать, разные платформы, значит, разные устройства и так далее, но, как факт, это, так сказать, там, необходимо принимать при любых инициативах. Значит, цифровой, вот этот цифровой разрыв, ну, тоже то, что говорили, да, сейчас не один даже традиционный бизнес, там, финансовый, розничный, ну, он просто не может не становиться цифровым, да, цифровые услуги, цифровые каналы коммуникации с клиентом, тоже как факт, да, ну, и четвертый, значит, элемент, который также должен рассматриваться во всех инициативах, значит, так технологии позволяют, вот эта тема бизнес-анализа, смарт-решений, там, BI, Big Data, они должны так или иначе присутствовать, чтобы использовать не только корпоративную информацию, ну, даже корпоративную так, как надо, ну, и всю внешнюю информацию, вот четыре элемента, значит, что теперь, как это может, так сказать, повлиять на, на вот индустрии программного обеспечения, ну, это вот просто, ну, если интересно, как бы, мобильность, ну, подтверждение основы цифрового разрыва и некие цифры, там, по России 142 миллиона, там, мобильные подписчики, значит, там, имеют смартфон, интернет, ну, и так далее, да, просто картинка. Значит, как, значит, вот то, о чем я сказал, как, по нашему мнению, влияет на вот рынок информационных технологий, в частности, на сектор программного обеспечения. Значит, это просто для красоты, ну, вот 20 крупнейших рынков на 2014 год прогноз, там, Форестера, да, ну, вот Россия где-то, во всяком случае, видно, что, ну, вот наши такие референдные страны, там, Бразилия, да, там, Китай, значит, Мексика, ну, они немножко повыше. Ну, вот ситуация примерно вот такая, это крупнейшая, да, значит, самая быстро развивающаяся прогноз на 2014 год, ну, несмотря на все вот эти кризисы, как бы, то есть все равно технологии, это некая такая объективная реальность, нужная, да, все равно это развивается, ну, может быть, как-то поменьше, но вот прогноз по росту на 2014 год, значит, вот этот материал сделал в начале года, ну, не исключая, что надо немножко поправлять, но, в принципе, вот самое быстрорастущее, ну, видно, наши референдные, там, Бразилия, Мексика, вот, значит, немножко выше. Значит, теперь, значит, вот, подходя к индустрии в целом, да, это вот такое, ну, кому-то известное, кому-то нет, технологическое колесо, Форестер рисует его примерно два раза в год, в январе и в августе примерно. Значит, основа сегментации, это вот четыре блока крупнейших, да, это ПО, компьютерное оборудование, консалтинг-интеграция, коммуникационное оборудование и аутсорсинг IT, что и поддержка железа, да, значит, что здесь отсюда, ну, и, соответственно, вот вся вот эта, там, сегментация, она представлена. Значит, программное обеспечение, да, на сегодняшний день, ну, где-то последние, там, два-три года, ну, доминирует, то есть самый большой кусок, да, 568 миллиардов по миру в целом Форестер насчитывает. Значит, что хотел еще отметить, если последние примерно пять лет, значит, вот в смысле динамики доминировал сектор, связанный с IT-аутсорсингом и поддержкой, значит, оборудования, да, то вот в прошлом году и в этом, значит, безусловно, вперед выбралось, значит, вот сектор программного обеспечения, да, по темпам роста, значит, с чем это связано, ну, значит, вот этот слайд я тоже просто потом организаторы предоставят, если интересно, посмотрите просто дальше программное обеспечение делится вот на разные сегменты, индустриальные, процессные, технологические и так далее, вот здесь вот все есть, там в цифрах можно будет посмотреть. Но что я хотел сказать, это то, что, значит, вот, сейчас я вернусь сюда, что вот темпы роста программного обеспечения, они очень сильно выросли за прошлый, за этот год, и перспектива роста вот этого сегмента в целом, она высока, именно потому, что вот о чем мы говорили, да, меняются программные платформы, появляется огромное количество приложений, корпоративных, там, для конечных заказчиков, для внутренних сотрудников, B2B, B2C и так далее, соответственно, идет мощная волна перепрограммирования, и поэтому на ближайшую перспективу, значит, работа у программистов есть, и планы Forrester, то, что этот сектор будет развиваться сильно быстрее, чем ИКТ в целом и все остальные сегменты, значит, рынка. Значит, потом, значит, ну, интересная такая сегментация, просто Forrester больше как бы ориентирован он на те решения, на те, ну, программные или оборудование системы, которые непосредственно выходят на заказчика, да, там, те же, там, CRM какие-то системы, да, там, Customer Experience, там, чтобы повышать вот в эту... Поэтому вот такая может быть необычная, может быть, кто-то из вас первый раз такую видит сегментацию, это вот этот весь рынок, который мы видели, да, 2,2 триллиона долларов, да, он разделен на технологии, которые, значит, вот повышают эффективность сотрудников внутри предприятия, на технологии, которые, ну, повышают счастье клиентов, да, и те технологии, которые, ну, помогают выстраивать инфраструктуру. Сюда входят все, железки, сервисы, там, консалтинг, ПО и так далее, да, то есть вот примерно такая. Что можно отметить здесь? Понятно, что вот те технологии, которые, ну, нас больше всего интересуют, которые непосредственно выходят на клиента, они пока маленькие в доле, да, но темпы их роста, если посмотрите, они просто фантастические, особенно, значит, ну, очевидно, рынок США отличается фантастическим преобладанием, там, значит, вот этих технологий решений, софта, рассчитанных на воздействие непосредственно на, значит, на клиента. Значит, это мы пробежим, это мое подтверждение, просто я уже сказал, что среди всех остальных секторов, вот, значит, вот, указку я не вижу, вот, программное обеспечение, вот, имеет, ну, тенденцию к значительно высоким темпам роста по сравнению с другими секторами, да. Значит, на этом слайде тоже, может быть, просто я приведу такую интересную сегментацию. Форестер по странам, конечно, мы делим там, бьем, там, сколько, где, там, расходуют и так далее, но есть, значит, вот, группа стран, которые называют тех-12, это те страны, ну, там, США, Великобритания, там, Финляндия, Франция, наверное, да, это те страны, которые расходуют или инвестируют в ИКТ в целом, да, больше 3% ВВП. Вот, значит, вот эти тех-12, не показывает у меня. Соответственно, они больше половины глобального рынка занимают. Дальше, значит, идут другие индустриальные страны, это, значит, ну, следующий кусочек, там, четверть, наверное, это, ну, там, типа Испания, да, Италия, там, Греция, Португалия и так далее. Ну, развитые, экономически развитые страны с конкурентными экономиками, но, так сказать, с инвестициями, значит, в эту сектор меньше 3%, да. И вот наш, значит, вот я заметил у Фареша, интересно, Роберт, у тебя был БРИК, СА, по-моему, да, БРИК, БРИКСА. Да-да-да, значит, ну, Форестер, значит, считает так, что, значит, ну, где-то уже, наверное, года 3 примерно есть вот эта аббревиатура, БРИКСАМ, это, ну, Бразилия, Россия, Индия, да, Китай, и туда добавляются Турция, значит, Южная Африка и Мексика. Значит, ну, позиция Форестера, то, что вот сектора ИКТ вот в этих странах по своему объему, по динамике роста, плюс, ну, по структуре своей, да, они уже очень похожи вот на наши, ну, значит, наши страны, и, соответственно, вот можно вот эти страны использовать в качестве референдных при сравнении, значит, вот России, российского сектора ИКТ с ними. Значит, а теперь по ПО. Значит, вот мы сказали, что да, на сегодняшний день сектор программного освещения, это, ну, основной драйвер индустрии в целом в мире, это так. Теперь, если посмотреть подетальнее, посмотреть, значит, по разным типам, значит, софтверных решений, то, ну, вот на, по анализу, по аналитике Форестер получается, что вот уже, ну, последние, наверное, тоже два года, значит, максимальный, максимальный рост, значит, в мире имеют вот эти приложения корпоративные, связанные с управлением информацией, да, это, в первую очередь, BI, это, значит, Enterprise Content Management, документы обороты и так далее. И очень много, значит, решений и в мире, и в России, кстати, тоже, я где-то вот неделю назад был, нет, больше, наверное, на конференции по документу обороты, там тоже этот вопрос поднимается, что, значит, вендоры программного обеспечения традиционного документа оборота, Enterprise Content Management, они либо встраивают BI-ные решения, либо создают альянсы с поставщиками BI, то есть это вот те накопленные объемы информации огромные, они требуют уже, ну, интеллектуальной обработки, чтобы принимались решения. То есть это, вот, то есть BI и Enterprise Content Management, это вот сектор наиболее, так сказать, крутой. Значит, ну, совершенно очевидно, Cloud, Software as a Service, удобно, ну, не побоюсь сказать, что на предприятиях не нужны ни компьютеры, ни сервера, ни программное обеспечение, никому это ничего не нужно, людям нужен сервис, и это, как бы, это факт. Значит, ну, вот здесь, значит, вот, ну, видно рост прогноз Форестера, значит, программное обеспечение, ну, значит, по модели SaaS, как бы, да, и в разбивке по разным типам, ну, видно, что вот BI тоже, так сказать, ну, достаточно значительную долю занимает. Значит, ну, так же, как я уже говорил, да, значит, BI, смарт-приложения, умные, интеллектуальные, аналитика, значит, тоже, ну, наиболее такой имеет большой рост и спрос со стороны предприятий. Ну, уровень зрелости там предприятия растет, поэтому, значит, используют это. И в заключение буквально, значит, вот эта тема Bring Your Own Device, которая сейчас уже, так как интернет вещей, да, уже преобразуется Bring Your Own Tablet, уже Bring Your Own Thing, там, и так далее, вот эти все истории, значит, к чему это привело? В принципе, на сегодняшний день уже, вот, как я уже отмечал, да, уже есть десктоп, лэптоп, планшет, смартфон, и даже еще в большем количестве у кого-то два, значит, таких условий и так далее. Значит, к чему это приводит? Что уже на сегодняшний день, вот, технологически, значит, рынок, ну, насыщен вот этими устройствами, да, но что, к чему это приводит? Фантастический рост, видно, программного обеспечения, которое обслуживает эти устройства с разных сторон, да, приложения, которые нужны вашим сотрудникам, приложения, которые выходят непосредственно клиента, да, и приложения, которые, ну, помогают, так сказать, работать с поставщиками, да, то есть это ведет, опять-таки, ну, капает, да, там, воду льет на мельницу, опять-таки, вашего сектора, в котором вы, значит, работаете, да. Ну, в принципе, вот, все я обозначил, то есть, в принципе, основное, да, что коллеги, разработчики программного обеспечения, вы находитесь в правильной индустрии, в правильное время, а если еще учесть, там, импортозамещение, ну, вообще так, да, спасибо. Прозвучал, в общем, такой положительный эпидемистический взгляд, мысль о том, что промышленность, она все больше и больше задает рынок для разработчиков софта, то есть, из участия здесь представители агентства, которые, как раз и занимаются промышленным развитием, вполне случайно, как агентство видит роль промышленности, как большого потребителя IT и фактора, влияющего на разработчиков? Да, добрый день. И где-то после, ну, скорее, в результате кризиса 2008-2009 года стала все чаще употребляться такая категория, как новая промышленная революция. Немцы говорят про, значит, индустрию 4.0, имея в виду некий четвертый цикл, кто-то говорит про шестой технологический уклад, но, в общем и целом, многие люди, кто сегодня занимаются анализом того, что происходит в промышленности, в обрабатывающей промышленности, в первую очередь говорят о том, что, да, действительно происходят какие-то большие процессы, большие изменения, и мы, там, лет через 10-15 уже будем жить сильно измененным в этом плане в мире и иметь дело с сильно измененными производствами. Мы попробовали посмотреть на то, что, в общем, характеризовало эти изменения, то есть, собственно, в истории, что происходит обычно, там, за последние лет 300-400, когда происходит смена технологического уклада, выделили 4 вещи и поняли, что, как минимум, 3 из них, действительно, на следующем цикле будут связаны с новым запросом для, так сказать, сектора, который занимается цифрой, IT, софтом и так далее. Ну, во-первых, всегда происходят изменения в материале, это можно фиксировать, там, бронза, железо, сталь, композиты, прям, так сказать, если накладывать эти изменения, то можно увидеть, что происходило, собственно, в промышленности в это время. Второе – это появление инноваций в источниках энергии, в движителях. Сначала мы использовали энергию воды и ветра, потом мы научились использовать энергию пара, потом появилось электричество, затем появились новые источники, благодаря которым мы получаем электричество, от энергии энергетика и так далее. Сегодня, так сказать, очень популярный разговор про альтернативные источники энергии и прочее. Третье – это, собственно, инновации в технологиях производства, в оборудовании, появление первых взятки станков, затем появление конвейера, затем первая волна автоматизации в 60-х годах, и, наконец, резкий, так сказать, резкий современный переход, когда немцы начинают говорить про киберфизические системы, но я про это чуть попозже поговорю еще. И, наконец, изменение, появление новых инфраструктур, изменение существующих инфраструктур, каждый раз, когда, так сказать, человечество осваивало тот или иной способ передвижения, это, так сказать, было связано с резким скачком вперед, освоение технологий мореплавания, потом, так сказать, появление железных дорог, автомобильных дорог, ушли в небо, ушли в космос и так далее. Вот, собственно, если посмотреть на каждый из этих процессов, то мы видим сегодня то, о чем говорил Евгений уже, что действительно после такого 30-40-летнего плата, ну, во-первых, с одной стороны, технологии пришли туда, в тот ценовой диапазон, что они стали гораздо более доступны, во-вторых, в первую очередь, там, американцы с немцами в итоге 8-9-го годов столкнулись с задачей так называемого решеринга, они поняли, что нужно возвращать на свои территории индустриальные производства, которые до этого они с успехом выносили в Китай и другие страны по Восточной Азии, они поняли, что чуть-чуть довложившись в робототехнику и в средства автоматизации, они начинают по стоимости уже нормально конкурировать с растущей стоимостью рабочей силы в Китае, и, собственно, вот на этих основаниях они начали генерировать ровно тот спрос и все эти концепции, о которых мы сегодня говорим, как о концепциях advanced manufacturing, индустрии 4.0, немецкая и так далее. Значит, что, как правило, за этим стоит в общем понимании? Ну, вот немцы ввели понятие киберфизическая система. Что они говорят? Они говорят, дорогие друзья, через несколько лет любой элемент производственного процесса, любой станок, робот, а также деталь и полуфабрикат на каждом этапе переработки будут маркированы, обозначены и получат свою виртуальную копию. Что это означает? Это в пределе означает, что вы на одной и той же технологической линии можете производить кратно более широкую нуменклатуру, и вы к индивидуальному производству начинаете подходить как к массовому, а с массовым начинаете работать как с индивидуализированным. Это совершенно по-другому структурирует весь процесс вашего взаимоотношения с поставщиками, с клиентами, организации самого производственного процесса. Ну, а в качестве боковой истории еще и генерирует спрос на то самое программное обеспечение, которое позволит это сделать. В этом смысле немцы люди последовательные, они об этом в 2011 году сказали, а в 2013 году есть такая известная очень премия «Индустриальная Гермеса Уорд», которая присуждается каждый год Ангелу Меркель в Ганновере, на Ганнору Месса. И вот в 2013 году первый раз эту премию взяла про компьютерную программу. До этого всегда это были либо, так сказать, какие-то производственные инновации, либо какой-то продукт железный. И в этом смысле движение в эту сторону совершенно четко видится, считывается и так далее, и все такое прочее. Но, возвращаясь к материалам, точно так же. Если мы говорим про композиты, то мы понимаем, что композит, ну, в смысле, там, углепластик, стеклопластик, он не отделим от конструкции, он в этом смысле проектируется, материал проектируется под ту конструкцию, а конструкция не отделима от технологии производства. А для того, чтобы всю эту историю правильно рассчитать, ну, делать это, так сказать, в вчерашних и даже иногда сегодняшних средствах проектирования и программных инженерных продуктах невозможно. И сегодня все понимают, что во многом, так сказать, происходящая революция в области материалов, не только в композитах, но и в технологиях аддитивного производства, она стопорится и идет не такими быстрыми темпами, как могла бы идти, ровно потому что еще нет на столе правильного программного продукта, который позволяет это делать. Поскольку, оказывается, что для того, чтобы сделать оптимальную конструкцию из композита или оптимальную конструкцию, так сказать, вырастив ее в 3D-принтере, ну, нельзя просто повторить, так сказать, то, какая-то конструкция сделана из железа. Потому что материал имеет другое свойство, это будет в любом случае неоптимальное решение. В этом смысле еще нужно искать новые подходы к геометрии, процессах и так далее. Вот примерно то, что сегодня происходит в мире. Значит, что происходит в этом контексте у нас? У нас тоже кое-что происходит, как это ни странно. С одной стороны, конечно, толчок этой истории дает происходящее сегодня вокруг тематики и предназначение, понятно, что все заинтересовались этой историей, все начали задавать вопрос, а что будет, если на заводе X через интернет будет отключен станок Y, и как нам со всей этой историей работать. Ну, а с другой стороны, есть объективное понимание, что, конечно же, для нас сегодня рынок софта является одним из немногих технологических рынков, которые действительно сумели развиться в России до того уровня, которым можно гордиться, и почему бы нам не начать объединять компетенции в области hardware с компетенциями в области софта. По этому поводу 16 сентября состоял, в том числе по этому поводу, состоял заседание Президиума Совета о модернизации под руководством премьер-министра, на котором в качестве одного из поручений, по итогам его было сформулировано, в том числе и поручение нам в Минпроме вместе с Минкомсвязи разработать программу по развитию отечественного инженерного программного обеспечения. Вокруг этой истории сейчас в любом случае будут идти своего рода процессы. Думаю, что они могут быть небезынтересны присутствующим в этом зале, поэтому приглашаю вас всех за этими процессами и новостями следить и каким-то образом их иметь в виду. Спасибо. Спасибо. Здорово. Коллеги, ну вот мы пока поговорили. С одной стороны, мировой рынок из-за конвергенции расширяется совершенно классно в разные стороны. Огромные перспективы для нас для всех. С другой стороны, как сказал Роберт, вообще говорят, в мире все это развивается, но нас рассматривают уже не как самых лучших потенциальных исполнителей этих работ и авторов новых разработок. С другой стороны, государство говорит, ну раз там нас так плохо видит, значит, давайте хотя бы в Россию развиваться, мы вам поможем. Вот, Саша, Коль, вы как люди, которые работают на рынках на обоих, на западном, на российском, на восточных рынках, видите ли вы увеличение рынка, связанное с конвергенцией IT, с биологией, с машиностроением, с чем угодно, и видите ли вы проблемы, связанные с тем, что на нас хуже видеть, как партнеров на рубеже? Пожалуйста. Добрый день. Всем очень интересные рассказы. Мы, наверное, чуть ближе с Николаем к реальности, поскольку работаем в области прикладных разработок, то есть тех разработок, которые непосредственно используются в промышленности или в бизнесе. Значит, ну, наверное, не хотелось бы звучать там негативно сегодня, просто как констатация факта мы видим существенное, и чувствуем на себя существенное сокращение объемов заказов со стороны российских клиентов. Значит, ну, выражается это в том, что те бюджеты, которые на 2014 год были спланированы, спроектированы, они корректируются по ходу года, причем даже в тех организациях, где это делать не принято. Либо средства из этих бюджетов перенаправляются на другие цели. Это, естественно, не заметило сказаться на исполнителях работ. И эта информация, так сказать, от большого количества участников рынка, то есть это, видимо, все-таки тенденция. Я не знаю насчет там 13%, или Роберт назвал цифру, что будет снижение, но я его не могу квантифицировать, сколько это будет. Но то, что оно происходит, это совершенно точно. Мы это чувствуем. С другой стороны, по поводу западного рынка, ну, мне кажется, что производители программных продуктов российских не очень почувствовали какую-то разницу. То есть я сгорел сегодня с одним из наших флагманов. Да, у них вроде как ничего не происходит. Но тут, возможно, дело в том, что именно лидеры в продуктовых направлениях, они давно спозиционированы как глобальные компании, и их не очень видят как там специфические российские компании. Вот сегодня как раз компания Абби небезызвестно отмечает 25 лет. Хотел позвонить, поздравить, спросить, но не успел у Сергея Андреева. У них что-нибудь случилось с продажами ленты? Ну, поздравляю, что ничего у них с продажами не случится, потому что... Это вчера был, Саша, все хорошо. Все хорошо? Ну, вот я подозревал. Что касается заказной разработки, тут я вижу две тенденции. Те компании, которые спозиционированы непосредственно как российские компании, ощущают на себе скепсис со стороны заказчиков. Те компании, которые сумели, скажем так, поменять цвет флага, в хорошем смысле этого слова, на не совсем российский, или изначально являлись компаниями с иностранной базой. Насколько я понимаю, турблинцы некие были, но рост продолжается достаточно уверенный. При том, что, ну, мы все слышали, читали, что некоторым нашим компаниям пришлось переносить для некоторых заказчиков центры разработки из России в такие страны, как Польша или Румыния. Мы видим также срабатывание у ряда наших коллег опций по полному переводу команд к клиенту, когда, так сказать, бизнес, грубо говоря, у нас просто забирают. Те, кто в сервисном блоке работает, они знают, что в контрактах есть опция так называемого BOT, это Build Operate Transfer с английского, то есть есть опция у клиента в случае каких-то непонятных событий, форс-мажора, значит, группу забрать разработки. Вот эти случаи происходят. И это, безусловно, негативный момент. Из позитивного действительно есть совершенно четкий тренд по импортозамещению. Значит, наша компания, Рексофт, входит в группу компаний Техносевка, которая достаточно много работает в госсекторе, в России. Вот сейчас одновременно я вижу, вот в данный момент вижу четыре крупных процесса системных, то есть это не однократный какой-то заказ, а идут системные процессы, в том числе со стороны Минпрокторга, связанные с тем, что запускаются крупные проекты по системной замене определенных элементов ландшафта программного обеспечения. К чему это приведет практически, сейчас сказать сложно, потому что этим событием буквально 2-3 месяца они развиваются очень большими быстрыми темпами, но будем надеяться на то, что, конечно, вот этот приток денег и интереса поможет нашим компаниям на рынке частично компенсировать те потери, которые мы понесли в случае, если возникли какие-то проблемы на рынке внешне. Непосредственно сейчас ситуация такая нестабильная, потому что, так сказать, есть по одним вещам нисходящий тренд, по другим есть восходящий, но они еще не пересеклись. То есть, наверное, через год уже будет более ясно, чем это все дело закончится. Пока, ну вот, как говорится, что знал, то сказал. Может, Николай Игоревич добавит еще что-то. — Спасибо, Саша. Нас, в общем, зря здесь посадили вместе, потому что мы довольно близкие по бизнесу и просто как люди, дружим, часто общаемся. — Поэтому не посадили вместе. — Что? — Поэтому не посадили вместе. — Понятно. Ну, я к тому говорю, что сложно быть оригинальным, да? Пока еще не посадили. Ну, я хочу сказать только, может быть, несколько слов. Во-первых, действительно, аналитики молодцы, оба тренда как бы существуют, но вот задолго еще до того, до тех не очень приятных событий, которые инициировали все эти разговоры о санкциях, импортозамещении и так далее, у меня всегда стратегически в моем относительно небольшом бизнесе существовал такой вот пирожок, колесо, да, в котором было три сектора. Американский, западноевропейский, российский. С моей точки зрения, они должны были быть примерно равными. И когда в 2013 году, еще до всяких Крымов, вдруг Россия поперла к 50%, я стал волноваться. Сел в самолет и пошел, вот открыл офис в Голландии, перевез человека в Сиэтл и так далее. Потому что это был тренд неправильный, Привеслава. Да, вот он тоже так, я думаю, считает, тоже один из наших. То есть независимо от всего того, что мы обсуждаем в негативном, так сказать, ну или кто как смотрит, в смысле вот эти геополитические события, стратегически, мне всегда казалось, что поскольку есть такая диверсификация рынков, происходят какие-то события с валютами и так далее, это правильное поведение. И в Старсофте так было, и в Фесслайне, в общем, я стараюсь, чтобы тоже так было. Поэтому те тренды, о которых сегодня было сказано, ну да, вот это вот реальная правда жизни. Я полностью подтверждаю слова Саши Егорова о том, что нам наши хорошие, надежные российские заказчики уже сообщили о том, что в следующем году все будет хуже. И к этому надо готовиться. С другой стороны, все, что рассказал Сергей, ну да, будет меньше. Все, что рассказал Сергей, я тоже подтверждаю. Причем там очень много, на самом деле, интересного происходит. Понимаете, русские мы или не русские, как потребности у них все равно есть. Программисты, наши таланты, они ни у кого сомнений не вызывают. Для того, чтобы мне продавать в Голландии, мне нужно иметь офис в Голландии, мне нужны голландские люди. Если я сижу здесь и пытаюсь реактивно продавать, в надежде того, что ко мне кто-то придет, да, вот у таких компаний шансов меньше. А мне вот, честно, почти по барабану. То есть была история, которая очень тяжелая с этим самолетом, когда потенциальный проспект должен был прилететь, а тут бабахнулся, тут ерунда вся. И мы думаем, что он не прилетит. Который самолет имеешь? Я имею в виду, который, наверное, сбит был. Малазийский. Малазийский. Голландия странно маленькая. Там каждый человек, чуть ли не соседа, потерял в этой истории. Пролетел, то есть все равно как бы с бизнесом мы нормально ладим, и я не чувствую каких-то болезненных ситуаций. Ситуации возникают неприятные, когда компания, допустим, публичная, и вот она просто боится, у нее уже там свои заморочки, то есть она не хочет там свою репутацию мырать, она собирается стать публичной или что-то еще. Да, в таких случаях действительно бывают какие-то проблемы, и они там могут не хотеть работать, скажем так, с компанией с российским корням. Но вообще-то не очень это болезненно. Это все вот тот тренд, о котором рассказывал Сергей, на нем вполне можно капитализировать и бизнес развивать и выращивать. Главное – правильно реагировать. То есть если сейчас вот эта вся динамика, вся эта диджитализация, о которой сегодня говорилось, она ведь касается в том числе и заказчика. То есть заказчик категорически не готов. Удивительно быстро, я помню в 2000-м, по-моему, в 2001-м году на одном из наших питерских тогда, эти были такие soft-sourcing summits, я рассказывал, выступал с одним из первых презентаций на тему экстрим-программинг, agile. И это была просто какая-то битва, на меня в аудитории орали, ты сваливаешь на заказчика все проблемы. Самые веселые шутники говорят, у Пунтикова деньги кончились, двоих сажают за один компьютер. То есть это настолько было нового не принято, это какие-то несчастные, прошло 12 лет, сейчас половина людей, которые понятия не имеют, что такое джан, все говорят, мы джан, мы джан. А дальше что происходит? То есть это движение, сокращение времени на разработку требований, оно стремительно просто сжимается. Сейчас заказчик хочет, чтобы ему MVP, как на хакатоне, за неделю положи, попробуй рынок, посмотри, работает или нет, выброси к черту, сделай заново. Соответственно, если ты сидишь в России, у тебя прекрасные разработчики, ты думаешь, что клиент будет тебя искать, найдет, а потом что-то такое с тобой будет делать, ну не будет он с тобой этого делать. Ты должен быть рядом с ними, ты должен реализовывать гибридную модель не на словах, а на деле. Делать там профессиональную сервис-организацию, ну вот жить в самолете, ну что делать. То есть мне кажется, что если бизнес так нормально почувствует ветер вообще глобального рынка, поскольку индустрия у нас глобальная, то и в стратегии особо ничего менять не надо. Даже штаб-квартиру, как некоторые наши друзья, переносить вообще не обязательно, может по-другому эти вещи решить. Не, ну это я так, это слово. Ваня, сейчас закончу, коротенькое словечко по поводу импортозамещения. Знаете, что делать, подождем, вот когда, как ты сказал, планы станут государственным заказом. Вот тогда с удовольствием. А пока, ну о чем говорить-то? То есть мне кажется, что мы конкретно сервисные люди, мы всю жизнь только и занимались штаб-импортозамещением. В то, что можно заменить операционные системы, там, или систему базы данных, я нахоть убейте не верю, а все разработки, которые в этих самых крупных государственных монополистах, государственных организациях делались, они же делались с нами, русскими программистами, все были уникальны, они уже заместили всякие импорты, это не что-то купленное, а разработанное. Правильно? Поэтому, что тут говорить-то, вот как только все эти глобальные инициативы кем-то правильно будут сформулированы и превратятся в конкретные тендеры и заказы, вот тут не первое. Но пока я бы не рисковал бы ждать, там, уваленность половины людей, я лучше постараюсь их продавать назад. И последний момент относительно всякого там негатива, вот самое страшное во всей этой эйфории самоизоляции, видите, даже глобальное потепление от нас отступилось, холодно, как на улице, да, из-за этой самоизоляции. Вот она, на самом деле, в ней вот нужно только не перешагнуть. Вот, касательно, люди рядом сидят, надеются, что там где-то кто-то нас как-то услышит, да. Потому что, если, условно говоря, с 1 января по какому-то там очень умному закону о персональных данных перестанут выдавать визы европейцы, да, ну, есть надежда, что 2 января этот закон отменят. Потому что если не отменят, то это, конечно, будет, извиняюсь, немножко идиотизмом. Но есть надежда, что все-таки вот мы вот эту границу не перешагнем, да. То есть можно там поднимать флаги, быть сколько угодно патриотом, главное вот не перегнуть палку и в разумных пределах все-таки дать нам возможность на этом глобальном рынке оперировать. То есть если они не будут вот в этом месте отрезать конечности, то мы справимся. Вот такая мы примерами. Хорошо, Кур, спасибо большое. Мы в июне этого года проводили на Петербургском хроническом форуме похожую панель, на которой тоже говорили про конвергенцию. Тогда голосовали электронном виде и сказали, что самая крутая сфера для конвергенции IT с чем-то не-IT, это, конечно, медицина. Потом социальные науки и так далее. Вот скажите, кто-то в зале реально занимается этой конвергенцией, которая выходит на реальные продукты на стыке биологии, IT, медицины, IT. Есть такие решения, которые, наверное, нужны? Да. Мы занимаемся таким проектом. Это компания Медокс. И у нас РНД в Самаре. Мы сотрудничаем с Самарским медицинским университетом. Там целый ряд проектов в инновационном центре развивается. И это сейчас там уже готов продукт. Один из продуктов – это виртуальный хирург, это тренажер для студентов по проведению операций. Может пациент потренироваться, если хочет. По крайней мере поймет, в чем, почему, скажем так, хорошая хирург – большая редкость. Пусть попробует, многим пациентам было бы полезно. Ну и там у нас достаточно такой пул проектов, еще именно айтишных. Конвергентных работ, которые делают с российскими программистами не только для России, но и для зарубежного какого-то рынка. Андрей Николаевич, у вас есть такой пример? Мы уже лет 10 работаем с датской компанией «РНН» и делаем как раз вот те самые симуляторы для врачей, медсестер. У меня все предприятие набито всякими куклами. Нажмешь на нее, на экране выскакивает. Медсестра, выславали ребенку два ребра. Ну там тренировку медсестер, там все такое. Ну так, немножко забавно, но это нормально, встроенное программирование. Для меня вот то, что там медицина, не медицина, это же датские там какие-то специалисты говорят, как это. Есть полный эмулятор без всяких кукол, просто на компьютере. Да хрен его знает. Нет, братство. Послушай, все же просто. Для меня это просто чисто встроенное применение. Есть вот устройства, есть датчики, сенсоры, их там сотни, сотни. Вот надо в реальном масштабе времени с этих датчиков показания снять, обобщить и выдать на экран рекомендацию. А другой пример, причем это уже очень древний пример, больше 10 лет мы этим занимаемся. Я думаю, что в России продается, между прочим, очень интенсивно. Российские в России тоже учатся по нашим программам, только они думают, что это все датское. Говорить про это мы не говорим, что это все в Петергофе сделано. А второе, вот израильская компания «Рамбам», мы тоже уже года три работаем, и теперь это продается в Америке, но не в России. Наше программное обеспечение вообще продается в Америке, а когда мы поставили... Ну как вот, интеллектуальная собственность принадлежит израильтянам, ну как там, в том и не дуй, у Миши-то, у Миши-то, у Миши-то куда я дену. Так вот, мы сделали несколько робких попыток продать в России, но нас забахали руками, чтобы что в этом лучшем кухне Запада. Ну хорошо, нет проблем. Еще примеры есть? Примеры вот таких? Коллеги, у нас сплошной пример. Компания «Драгер Медикл». Работает 60 человек. Что только не делаем. Там из последних достижений тесты на разрыв искусственных легких аппаратом искусственного дыхания. Новый алгоритм нужно проверить, разорвет токий пациент, то ли не разорвет в таких условиях. Ну, Драгер поставляет искусственные легкие, а мы как бы алгоритмы, а мы их рвем, да. Роберт, вот как АИСи оценивает, какие из этих секторов самые-самые перспективные, куда нам нужно было бы идти? Что это такое? Биотехнологии, медицина, социальные науки, аутомотив, промышленность? Нет, я занимаюсь пессимизмом, а не оптимизмом. Сам АИСи создал несколько дочерей компаний, которые занимаются IT в определенной некоторой индустрии. И для нас приоритетнее был финанс, производство, хелткер и розничное. Поэтому если там достаточно большое IT-составляющее, тогда это было уже интересно для АИСи. И поэтому я могу только это делиться. Ну, в принципе, для нас сейчас финансовый сектор в России достаточно интересно, потому что каждый крупный российский банк должен посмотреть на свою стратегию насчет этой санкций. Поэтому действительно там достаточно много работы. Важный вопрос, который сегодня был поднят по поводу промышленности. А вы скажите, кто-то занимается автоматизацией промышленности и тем, чтобы внедрять туда самые современные на всю жизнь процесс, чтобы, может быть, от первых чертежей до уничтожения, утилизации этого продукта, мы встанем следить. Есть кто-то, кто разрабатывает САПРы или какие-нибудь системы похожие? Никого нет? Показательность, правильно? Показательность. Про промышленность говорим. Я тебя не совсем правильно понял, но речь может быть не только касаемо САПРов. Она может касаться, например, внедрения большого количества или недостаточного количества умных датчиков, которые анализируют систему, работает разных узлов предприятия. То есть это все, что касается интернета вещей и вот это направление, которое, на самом деле, тоже в уровне развивается. У нас есть конкретные примеры у Интел, когда взяли фабрику Миссу Биша, сделали пилот, показали, что в долгосрочной перспективе, ну или в пятилетней перспективе, получается миллионные, 9 миллионов долларов сейвинг. Ну понятно, что для этого нужны капитальные инвестиции, в России тяжелее, наверное, это сделать, потому что надо же вложить сейчас, а прибыль-то получить, ну, более или менее, отбиться где-нибудь лет через пять. А на пять лет вперед как-то вот у нас, пока еще, наверное, не научились хотя бы на пять лет вперед думать, мне так кажется. Ну понятно. После этой беседы есть у выступающих какие-то замечания? Да, Сергей? Раз. Значит, ну я вот слайд вот этот вытащил, там, ну, в принципе, есть, ну просто де-факто, да, разбиение софта по разным категориям, в том числе по здравоохранению, там, банковской, вот, в принципе, ну это просто картина, как бы, да. Ну я примерно вот понимаю, что там стратегические задачи, да, ты пытаешься понять, вот, знаешь, что же будет, да, чтобы вот этот план какой-то там пятилетний сверстать. Но, значит, вот есть пример такой, да, когда этот Пиночет, там, когда там к власти пришел, он же, знаете, через Чикагского университета, что ли, чикагские мальчики пришли, экономисты, да, и он их спрашивает, ну вот, вот страна, вот власть, все нормально, скажите, какую отрасль мне, значит, вот развивать, чтобы у нас все было хорошо, да. И вывод, я дословно не помню, но смысл такой, значит, никто вам это сказать не может. Значит, если кто-то вам скажет, что знает, какую отрасль развивать, значит, он обманщик и что-то еще там, а если что-то еще, да. Мне кажется, здесь вот примерно такая ситуация, вот эта картинка, да, это просто вот диктует рынок, вот рынок, там, пользователи, там, не знаю, там, в больницах, в промышленности, там идет конкуренция жесткая, да, какой-то спрос, там, компании бьются, да, и начинают использовать вот эти бизнес-инструменты. Я к тому, что просто вот эта ситуация объективная, она драйвится рынком конкуренции, да. Даже Билл Гейтс, он всегда говорил, что, ну, я читал просто, что каждый момент времени Микрософт имеет ровно 13 месяцев до краха. Если за это время не будет, в общем, продукт, сервис, там, с кем-то слиться, там, кого-то купить, да, то вот такое, то есть жесткая конкуренция, да. А сколько Россия круче Микрософт? Да, 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 вот, поэтому здесь важнее, как бы, создавать условия, да, чтобы экономика развивалась, конкуренция, там, глобализация, я уж говорю, малый и средний бизнес, это же ваши сотрудники интеллектуальные, да, вот что надо развивать, вот эту, вот, инфраструктуру, как бы, основу, а что именно будет из софта промышленной, хеллске, там, это клиенты скажут, что надо делать, вот, я так думаю. Да, коллеги, ну, у вас опросы какие-то есть? Можно еще маленький комментарий, дополнительный к Сергею. Ну, действительно, есть же разные уровни исполнения работы, да, то есть одно дело, мы разрабатываем что-то по заказу западной компании, как Андрей Николаевич сказал, у Миши-то остается, да, но мы понимаем все, что та информация, которая остается в голове после разработки, вот на данный момент времени, она через шесть месяцев никому не нужна, да, и основное дело не в том, что мы можем это дело разработать, а в том, как это довести до состояния решения или продукта, и как это продать на рынок. Так вот, здесь выясняется очень простая вещь, стыкуется с тем, что Николай Пунтик сказал. Коль скоро выйти на глобальный рынок – дело довольно сложное, хлопотное и дорогое, удалось пока не такому большому количеству наших уважаемых членов Русофта, я имею в виду в таком серьезном масштабе. Вообще-то все страны всегда разгоняются на домашнем рынке, и тут функция того, какие отрасли экономики в данной конкретной стране являются не просто хорошо себя чувствующими, а передовыми, играет ключевую роль в том, какие IT-продукты могут быть выведены на глобальный рынок, потому что IT является в области деятельности обслуживающей по определению, то есть мы делаем для кого-то что-то. Соответственно, если у нас не будет, условно говоря, нормального современного здравоохранения, крайне маловероятно, что появятся инновационные российские продукты, которые можно будет вывести на рынок. Мало того, что их нужно сделать на чем-то откатать, на каких-то заказах, где, в общем-то, по определению местные поставщики должны бы иметь ряд натуральных преимуществ перед поставщиками иностранных, просто по факту местонахождения, языка, контактов и так далее. Соответственно, все упирается в то, на чем мы можем разгоняться. То есть есть области нашей экономики, которые чувствуют себя хорошо, но их не так много. Это нефтегаз, и там много очень серьезных, самых серьезных разработок, но эта область достаточно закрытая, не так много стран этим занимаются, и, соответственно, продать это дальше куда-то довольно непросто. Есть оборонка вся, здесь тоже понятные ограничения. И попытка найти, собственно, ниши, а где же на наших местных, так сказать, заказчиках можно разогнаться и сделать продукт, вот дает пока не самые утишительные результаты, потому что на нашем автопроме, например, не разгонишься, я имею в виду национальном. По крайней мере, то, что ты сделаешь для нашего автопрома, продать Даймер Креслеру будет довольно сложно. До импорта, до мещения. Да, в этом концепте. Секунду, здесь была пресс-конференция, буквально пару часов назад, мы с тобой не сговаривались, но я говорю ровно то же самое, что надо сначала иметь внутренний уровень, на котором разогнаться. Тут, наверное, многие слышали. Но забавно, что мы с тобой не сговаривались, но я вообще... Но мы часто сговариваемся, наверное, конечно, так и так. Это довольно правильно, по-моему, это правильная мысль. Собственно, да, что хотелось закончить-то мысль? Мысль хотелось закончить следующим образом. Вот тут, опять же, инициатива наших законодателей дорогих про то, что запретить использование иностранных продуктов, если есть два российских аналога, против которых я и некоторые коллеги достаточно остро в прессе высказались, она является вредной и вредительской, я бы сказал. И в 1937 году с этими людьми надо было бы внимательно поработать. Потому что что они вообще делают? Они дают возможность, не дают возможность нашим продуктам достичь нужного уровня качества. Как только убирается конкуренция, появляется понятно что. Убираются негодные продукты, негодные услуги. Вот в этом смысле пожелание, как же коллегам, как сказал Николай, которые, наверное, куда-то что-то скажут, где-то нас услышат, что вот что-то точно не надо делать в порыве, так сказать, страсти. Это не надо сокращать конкурентную среду, потому что это единственный путь к получению качественных продуктов. А уже на втором шаге будем продавать за рубеж, если так получится. Корректор, ну у нас время вышло нашего сегодня всего предприятия. Мне кажется, так интересно получилось, хотя очень по-разному, но по разной стороне, тем не все вместе собрать, получается интересная картина. Спасибо участникам, спасибо тем, кто слушал прямое участие. Спасибо всем. Спасибо.